итак всем привет уважаемые зрители канала markets сегодня среда и что называется мой выход в рубрике открытый микрофон зовут меня александр котин я делаю аналитику и торгую по методам билла вильямса и ну обучался у его дочери кто еще не в курсе ну просто хочется этим поделиться итак давайте начнем с евро доллара и как обычно в описании к данному ролику есть ссылка по которой вы можете записаться на мою бесплатную консультацию в течение 40 минут я поработаю с вашей ситуацией поговорим о том что у вас происходит к чему вы хотите прийти и что вам мешает к этому прийти сделаем план действий который поможет вам прийти к тому результату который вы хотите получить на финансовых рынках и также расскажу о том как можно будет получить мою дальнейшую помощь если она вам будет нужна поэтому ссылка в описании сразу попадете в мой ватсап запишу вас на то время которое у меня будет потому что в неделю у меня есть только три места на бесплатную консультацию теперь давайте поговорим о том что происходит на финансовых рынках давайте обратим внимание на евро доллар все обычно по плану сделаем анализ основных валютных пар золото индексов нефти и на этом закончим и так евро доллар видим что растет движущая сила пока сохраняется дивергенция по всей видимости мы имеем дело с пятой волной импульса который начался еще в марте поэтому этот импульс можно рассматривать где-то примерно на 12 часах на четырех часах и здесь очередная коррекция очередная коррекция которую во внутреннем масштабе где-то примерно на часовике видно вот таким образом скорее всего это сложная волна b так как она постоянно пересекает линии баланса и вот я смотрю зацеп минимума волны а здесь и пытался покупать закрылся по безубытку и жду новой точки входа которая возможно может появиться вот здесь при зацепе минимума волны а где-то в районе 120 80 дальше фунт британский фунт здесь был дивергентный бар на дневном графике мы зацепили предыдущий максимум но на мой взгляд это еще не есть завершение всего импульса несмотря на то что есть такой достаточно сильный сигнал этот сигнал в коррекцию тут не было достаточно мощной ангуляции для этого в часовом графике я рассматриваю это паттерн как также а б потому что здесь опять же цена постоянно пересекать линии баланса скорее всего это сложная волна b и рассматривают падение как очередную коррекционную волну после которой здесь еще может появиться пятая волна вот этой волны швейцарский франк тут идет удлинение импульса вниз и тенденция здесь не поменялось то есть один два три это уже в новой импульсной волне либо в пятой волне импульса который опять же начался где-то в марте поэтому я бы следовал за трендом здесь были точки входа только с часового графика я их не стал брать так как торговал евро доллар их параллельно не беру в торговлю и в данном случае что вот этот сигнал что вот этот сигнал они давали неплохие профиты по текущему сигналу потому сигнала который был недавно точки выхода еще не было иена более сложна для торговли поэтому пока иену я не трогаю 1 2 3 я считаю что здесь была сложная волна by волна а и мы идем волну си куда-то примерно к минимуму волны а минимум шестнадцатого года поэтому здесь вот сложное развитие то что мы видим во внутреннем масштабе также выглядит как сложная волна by возможно если мы зацепим максимум волны а пока что предполагаемый тогда отсюда вероятно развитие вниз пока иену я не трогаю австралийский доллар все сырьевые валюты австралийц новозеландец канадец который есть моем торговом портфеле они удлиняются поэтому их я не торгую они достаточно сложно торгуем и если только вы не заходили вот с этого бара на дневном графике было это еще в ноябре 3 числа была точка входа и не стоите до сих пор в покупках вот это был вариант входа достаточно хороший а так все что мы видим во внутри дневных масштабах это практически не читаемый рынок поскольку он постоянно удлиняется есть конечно вариант торговли по тренду в данном случае и но здесь мало сигналов которые были бы читаемыми где рынок можно было бы хорошо увидеть вот с этой точки зрения новозеландский доллар также идет удлинение импульсной волны и по всей вероятности с коррекцией мы можем увидеть дальнейший рост поскольку здесь сама коррекция не считается как и бисе паттерн и практически все коррекции в удлиняющемся паттерне они походят на одно движение они два движения которые существуют обычно в и бисе паттернах поэтому отсюда просто вероятен дальнейший рост так как мы имеем дело с удлиняющимся рынком канадский доллар мало чем отличается от австралийца новозеландца и тоже идет удлинение растет а в локальном импульсе поэтому 12123 уже там в третьей волне и возможно дальнейшее снижение несмотря ни на какие дивергенции по причине того что это еще раз повторюсь удлиняющийся рынок для удлиняющегося рынка это очень характерно а вот золото мне представляется более понятным по той же простой причине что если мы посмотрим с вами на дневной график то вот здесь вот где ты была первая вторая вот такое движение резко вниз характерно до 3 волны это 4 это 5 и дивергенция между 3 5 есть внутри 5 тоже есть дивергенции первое было еле заметно поэтому я бы рассмотрел это снижение как и без и паттерн дневного таймфрейма и как раз таки мы достали до 1 700 до 1700 точнее и соответственно развитие идет какой-то первой волны вверх либо есть вариант то что это вся первая волна а есть вариант то что это первая вторая а это первая вторая уже в третий поскольку здесь резкая вот такой вот резкий такой подъем вверх того резко движение вверх она как раз таки характерно для третьей волны и на это нужно обращать внимание поэтому я не вижу проблем если вдруг здесь появится точка входа на покупку и золото начнет дальше расти без какой-либо значительной коррекции поэтому я могу смотреть еще и вот таким образом поэтому по фибоначчи видите 38 2 практически здесь мы отработали но во внутренней структуре здесь нет нормальной читаемой волны c возможно даже она и без дивергенции появится как это бывает на золоте и уйдет наверх такой бывает поэтому тут вариант рассмотреть локальную первую коррекции как-то было вот в этом случае найти точки входа на покупку дальше что серебро мало чем отличается здесь единственный момент что здесь не было до боя волны а так называемая файл от си то есть не скажем так недостаточная волна c было и соответственно сформировался также и виси паттерн я думаю что здесь есть первый импульс и серебро также продолжит рост как и золото на s&p 500 мы видим параллельный рынок это говорит о дальнейшем росте и здесь я считаю идет удлинение просто и индекс обновляет исторические максимумы практически каждый день поэтому с меньших интервалов возможно здесь точки вход на покупку если говорить про bitcoin то как видите обновили исторические максимумы 1 2 3 волна я считаю что я считаю по простому я не вижу здесь никаких треугольников какие которые могут видеть некоторые волновики потому что я не волновик моя задача увидеть текущий рынок и принять решение от текущих паттернов и меня мало интересует а что было тут потому что от этого никак не зависит текущий рынок дальше что дневной график 1 2 3 волна здесь появилась дивергенция легкая но это не вовсе не говорит о том что третья волна могла закончиться поскольку при удлинении дивергенции может быть несколько в данном случае вот текущее движение или то что сейчас происходит это больше походило или походит на и бисе паттерн где опять же где опять же сложная волна by виде там треугольной коррекции виде какой-то сложной коррекционной структуры и волна c она цепляет минимум волны а но в ней еще нет дивергенции то есть и нет простроенного импульса чтобы отсюда рассматривать новые покупки поэтому либо там идет удлинение просто нефть марки бренд на дневном графике появился дивергентный бар но на неделях на мой скромный взгляд 1 2 3 4 не хватает 5 волны вниз возможно вот это и бисе паттерн возможно это только первая волна волне c но сейчас достаточно ясно и точно видно вот особенно в четырех часах что получается была первая волна вторая волна третья четвертое удлинение пришлось на пятую и в данном случае я бы стал рассматривать продажи только после того как сформируется полный импульс вниз он откорректируется и вот тогда вот я бы посмотрел продажи а пока об этом рано говорить поскольку может быть дальнейшее удлинение но вот в этом импульсе который мы видим в 30 минутах ну то есть который является 5 в 5 тут получается один два три 4 5 все хорошо видно единственное что нет пяти волнового импульса вниз но он может здесь достроиться после этого я бы рассмотрел с коррекцией этого импульса движения но возможные входы точнее на продажу так дальше мы еще с вами рассматриваем индекс ртс давайте его посмотрим индекс ртс фьючерс но можно фьючерс взять если мы смотрим дневной график то есть здесь у нас параллельный рынок возможно это также и без и патрон очень походит на то что происходит на нефти дальше что так-то неделя часовик четыре часа здесь появилась дивергенция и видно четвертую волну возможно это первая вверх все достроилась но так как тут идут удлинение тут сложно сказать последний импульс вот в этом во всем импульсе он закончен или нет поэтому я бы воздержался здесь как от покупок так и от продаж на часовике множественные дивергенции свидетельствуют об удлинении волны потому что и при таком количестве дивергенции возможно и да просто дальнейший рост вверх и все это называется удлинение поэтому здесь я бы не стал ничего делать до тех пор пока импульс не закончится если стою вне рынка и соответственно не будет понятно что здесь происходит как минимум не будет импульса вниз так как развороты я не торгую принципиально ну что называется и вам не советую особенно на удлиняющихся рынках фьючерс на доллар на мой взгляд здесь была волна особенно хорошо это видно а bc но пока я это рассматриваю как а б и ц как бы 12 и 3 это практически то же самое поэтому я бы взял еще день и вот это снижение она может походить на коррекцию восходящего импульса отсюда могут снова прийти покупки дальнейшие покупки да поэтому в данном случае еще покажу что вот здесь происходит пока не вижу импульсной волны вверх и я не торгую развороты я наблюдаю за тем пока развьется как минимум импульсная волна вот здесь движение она походит на импульсную волну но очень такое сомнительное поэтому я жду жду развития событий и наблюдаю за ситуации на это у меня все не забывайте о том что ссылка в описании вы можете записаться на мою бесплатную консультацию поработаю с вашей ситуации сделаем план дальнейших действий который поможет вам выйти на стабильную прибыльную торговлю либо расскажу о том как получить мою дальнейшую помощь если вы посчитаете что она вам нужна на этом у меня все до новых встреч через две недели в следующем моем обзоре с вами был александр путин пока